Здравствуйте! В эфире национального телевидения программы «По существу». И сегодня у нас в студии человек, который, наверное, лучше всех знает, где не будет скучно и куда стоит отправиться в день города. Это начальник управления культуры администрации «Чебоксар» Людмила Маркова. Людмила Владимировна, здравствуйте! Добрый день! 17 и 18 августа «Чебоксары» будут праздновать свой очередной 544-й день рождения. Каждый год столичная администрация готовит что-то новое. Ждет ли в этом году что-нибудь особенное «Чебоксарцев»? Ну, наверное, надо сказать с того, что у нас не только 17 и 18 мероприятия запланированы, а будет целая серия мероприятий. И мероприятия уже начались, они проходят в микрорайонах, в районах города, на дворовых площадках. Очень большое количество мероприятий проходит в самих учреждениях. И, конечно, уже 17-18 это будет, так скажем, завершение основных наших гуляний. И эти два дня будут идти мероприятия, конечно же, нон-стопом практически на многих площадках, открытых площадках города, в парках культуры, на Красной площади, ну и, естественно, уже в районах перед дворцами культуры и в микрорайонах. То есть есть мероприятия, которые чебоксарцы уже успели полюбить, такие традиционные, как парад невест, я думаю, да, еще какие-то мероприятия. А какие-то фишки новые, что-то совершенно особенное будет? Каждый праздник, каждый проект творческий, да, он становится уже как праздник в празднике. Потому что я не могу сказать, что даже тот же самый парад невест, он имеет под собой как бы общее только название. Каждый год это новые темы, это новые сюжеты, это новые участники, это новые невесты, это новые женихи. И хочется уже сказать о том, что парад настолько разрастается, что к нам приезжают ребята-участники уже с Ежкарлы. И я думаю, в будущем это будет еще больший охват. И в этом году хочется сказать о том, что у нас праздник будет не только на земле, праздник будет, но и на небе. То есть 18 августа к нам прилетит пилотажная группа, это первый полет. Ребята будут демонстрировать в небе мастерство управления авиамашинами, будут показаны и мертвые петли, это будут и групповые взлеты, групповые фигуры будут сделаны. Ну и, конечно же, будет даже проекция в небе сделана дымом, сердце появится такое. Но вообще, конечно, я думаю, что это не только одна из фишек. Кроме этого, у нас очень много мероприятий предусмотрено. И, например, у нас будет фестиваль резьбы пенс-пилы, хоть оно, конечно, уже традиционное мероприятие, но, тем не менее, опять же, это новые мастера, новые темы для творчества. И, наверное, в этом году опять появятся какие-то уникальные, интересные скульптуры, которые будут дальше размещаться на территории парка и которые будут украшать, станут уже символом очередного года. Конечно же, у нас одним из ярких, зрелищных проектов станет творческий бульвар, который на данном этапе объединяет уже 50 творческих площадок. Это начиная от мастеров декоративно-прикладного творчества, заканчивая уже уличными театрами. Обычно с днем рождения чебоксары поздравляют кто-то, как вы сказали, из российских знаменитостей, звезд шоу-бизнеса. И я думаю, что зрители уже знают, что в этом году зажигает город с большой сценой, будет, но, во всяком случае, одна из певиц – это Натали. В интернете по этому поводу развернулась такая бурная дискуссия. Почему организаторы именно ее решили пригласить? Ну да, в интернете много обсуждают. И я, конечно, очень рада тому, что все наши, так скажем, вопросы, которые мы задаем и просьбы, с которыми обращаемся к жителям города, они не остаются без внимания. И каждый горожанин имеет право, и мы очень ждем, когда вот эти начинаются обсуждения, потому что нам действительно очень важно мнение каждого жителя. И да, есть плюсы, да, есть минусы. Кто-то с нетерпением ждет, опять же, Натали, потому что у кого-то свои ассоциации, воспоминания, и другие ждали что-то наиболее, может быть, помпезное, наиболее, может быть, фееричное. Но, тем не менее, я думаю, Натали – это как раз та певица, которая станет действительно, так скажем, интересным логическим завершением Дня города, потому что, во-первых, ее хиты на данном этапе возглавляют все рейтинги. И здесь тоже это надо учесть, потому что самые известные песни этого года звучат практически на всех радиостанциях, звучат практически на всех мероприятиях на больших. Но я думаю, что и ее прежние хиты тоже будут с удовольствием восприняты публикой. Я думаю, что петь будут точно, да, все, наверное, хором. А вот кого еще тогда из звезд или каких-то из известных лиц чебоксарцы смогут увидеть в праздничные дни? Ну, да, это тут, наверное, точно его можно назвать «Звездный день города», потому что мероприятий будет очень много, и на них как раз будут наши звезды присутствовать. Это вот, опять же, «Зарядка со звездой». К нам приедет и будет ведущим «Зарядки» Виктор Логинов. Он всем известен, наверное, по сериалам, которые идут на ТНТ. Ну, кроме этого, у нас также будет на Творческом бульваре один из московских театров, уличных театров. Это «Высокие братья». Такой, скажем, контактный театр, в котором принимают участие не только сами артисты, но и все желающие жители смогут почувствовать себя в амплуа. Кроме этого, в «День города» у нас запланирована дискотека в 80-х. Это будет группа «Комиссар» и тоже, опять же, любимые хиты дискотека. Ясно. Ну, а кто хочет зарядиться еще до дискотеки, да? Вот мы сказали, как раз вы упомянули про «Зарядку со звездой». Заряжали со звездой «Боксарца» буквально недавно, в «День республики». Как думаете, в «День города» на рекорд пойдем? Я думаю, безусловно, пойдем, потому что, во-первых, это мероприятие становится любимым, и жители уже сами ждут, идут. Сейчас прошла целая серия таких мини-зарядок в районах города, и отклик от жителей очень положительным. И, учитывая, опять же, что мероприятие будет массовым, семейным, интересным, мы проработали такие варианты, что для участников предусмотрены будут призы и подарки. Например, будет подарок для самого юного спортсмена, для самого взрослого спортсмена, и будет подарок для самой спортивной семьи. То есть это будут денежные сертификаты, и уже, я думаю, конечно же, обязательно после такой зарядки семья, получив какой-то подарок, должна будет его использовать только в спортивном стиле. То есть пойти купить, я не знаю, тренажеры, спортивные снаряды для того, чтобы поддерживать себя дальше в спортивной форме. Вот здорово. Тебе понятно, да, что о досуге чебоксарцев и гостей столицы позаботились, скучать не придется. А вот город будут наряжать к празднику как-то? Конечно, уже у нас разработана концепция праздничного оформления. Можно заметить и обратить внимание, что появилось как и ландшафтные новые композиции, ландшафтные появились. То есть такие интересные букетики огромного размера около сельхозакадемии на площади Республики, около Ростелекома увидели такого замечательного кота, на котором можно и посидеть, и потрогать. То есть такие вот интересные композиции как раз ландшафтного характера, они уже украшают город. И, конечно же, к самому дню города они будут наращиваться, дополняться. Будет целая серия баннеров, на которых как раз будут звучать поздравления. Ну и кроме этого, они будут носить информационную нагрузку, на них будет указано время, дата, место проведения основных мероприятий. Конечно же, будут и флаговые оформления, ну и дополнительные арт-объекты у нас появятся на центральной улице. Это Карла Маркс, проспект Ленина, где у нас будет как раз проходить творческий бульвар. Здесь уже тоже целая серия, так скажем, внутреннего оформления. Будут и арт-объекты, это и рояли, и даже одна площадка у нас будет предусмотрена за снеженную зиму. То есть горожане из лета попадут в зиму. Поэтому очень будет много таких мелких, интересных арт-объектов, которые будут не только украшать и дополнять, но и создавать такую вот интересную, уютную, праздничную атмосферу. Ох, то здорово! Мне кажется, чебоксарцы еще не видели, да? Обычно такое оформление стандартное, а здесь какие-то, правда, арт-объекты. Мне кажется, будут интересны. Да, это продолжение нашего творческого бульвара, и я думаю, они будут запоминаться. Ну что ж, до праздника осталось буквально совсем немножко. Успеваем, все? Да, идем по плану. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну а я напоминаю, что секретами предстоящего праздника с нами делилась начальник управления культуры администрации города Чебоксары Людмила Маркова. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.